Здравствуйте, друзья! В эфире телеканала «Славянский мир», с вами снова я, Андрей Ивашко, и мы продолжаем говорить о буквице. И сегодня мы поговорим о буквице ОМ, букве, которая сегодня вышла из употребления, но, тем не менее, она достаточно знакома, если не по уровню начертания, то, во всяком случае, по звуку и названию. Образ буквицы ОМ – это некое энергетическое излучение, некое сияние, некая энергия, которая исходит от своего источника волнами, от центра идет к периферии. Если сказать проще, то это любое излучение, которое можно почувствовать, ощутить и даже измерить. Простой пример. Энергия солнечного света, которая отходит от солнца – это и есть ОМ. Или тепло, которое исходит от человека, когда говорят, что человек теплый своей добротой – это тоже ОМ. Если сказать более эзотерическим языком или языком каких-то прикладных духовных учений, то ОМ представляет собой ауру, некое излучение, которое исходит от самого человека. Другими словами, это тонкий план. Ни для кого уже не является секретом, что человек включает в себя не только физическое тело, но и множество других тонкоматериальных составляющих, которые состоят из энергии и информации разной плотности. И вот эти тонкие тела, вот это тонкоматериальное излучение – это и есть образ буквицы ОМ. То из чего еще состоит человек, помимо тела и своего сознания? Можно сказать, что буквица ОМ представляет собой некую тонкоматериальную оболочку. То есть, это и есть вот эти самые матрешки, которые одна в другой и представляют собой уже тонкоматериальное строение самого человека. Если же мы возьмем данный образ и его конкретизируем, и попробуем описать его более такими жизненными понятиями, то ОМ – это просто некое проявление чего бы то ни было. Ну, например, вот есть школьная программа, а вот ее вычитывание этой самой школьной программы, сам образовательный процесс – это будет ОМ, потому что там, помимо информационной составляющей, есть еще и энергии, которые через образовательный процесс раскручиваются. Поэтому ОМ – это некое поле энергии, которое расходится от своего центра к периферии. Можно сказать так, бросили камень в стоячую воду и пошли волны. Этот же процесс во многом обозначается таким понятием, как вектор силы. Это сознательное приведение в движение сил Вселенной для достижения конкретной задачи. Это джин, выпущенный из бутылки, это камень, брошенный в воду, и пошла волна, пошла своего рода реакция на это. Все, вот ОМ – это и есть вот эта самая реакция. Вот если у нас сам камень, который был брошен в воду, это у нас ближе к образу буквицы слова, то волны, которые пошли как некая реакция, как закономерность, как цепная реакция сегодня, как в народе говорят, это ближе к образу буквицы ОМ. Обратите внимание, что название ОМ сегодня очень знакомо русским людям, несмотря на то, что буква данная вышла из употребления. Речь даже не идет про гидроним названия реки ОМ и название, соответственно, город ОМСК. Речь идет про мантру ОМ или АУМ, как ее сегодня называют. Обратите внимание, данную мантру воспевают для того, чтобы увеличить свое энергетическое излучение, для того, чтобы укрепить, усилить и высветлить свое поле, то есть качественно поменять свое энергетическое излучение. Поэтому буквица ОМ во многом знакома людям, она ушла на восток и вернулась через понятие мантры ОМ. Если мы посмотрим даже по начертанию, они схожи. Буква ОМ и санскритское обозначение мантры ОМ или АУМ, как первый звук Вселенной, когда возник импульс и пошла волна. На самом деле никакого противоречия здесь нету и с другими духовными учениями, в которых говорится, что в начале было слово. Слово — это импульс, а вот волна, которая пошла от этого импульса, выражается звуком ОМ или АУМ, то, что дошло до нас с востока. Подведем итог. Образ буквицы ОМ — это некое сияние, некое излучение, некая цепная реакция, которая исходит от человека, от группы лиц или еще от какого-то другого источника. Есть источник, который нагнетает какие-то энергии. И вот нагнетание этих энергий — это и есть ОМ, это тонкие тела в человеке, это его теплота, если хотите, иной раз даже физически ощутимая. Искренне желаем вам раскрыть в себе ваше энергетическое излучение, усилить его, взять под контроль энергии и сознательно работать с энергиями, улучшая качество и силу своего поля. Ну и параллельно с этим желаем вам новых успехов на вашем духовном пути, в частности, энергетического роста. Благодарим вас за внимание и в следующий раз в эфире телеканала «Славянский мир» мы поговорим о буквице «Ен», которая очень близка к буквице «ОМ», только показывает уже информационную составляющую, в то время как ОМ — составляющая энергетическая. И вот как они соотносятся между собой, вы узнаете в следующий раз. Оставайтесь с нами в эфире телеканала «Славянский мир». Всего вам доброго.